О самых главных и заметных событиях дня смотрите в программе Пульс города. В студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Постановление главы администрации подписано, когда потеплеет в домах Кандалакши. Привет из прошлого. В 10 метрах от детской площадки обнаружена граната. Перечень дорог, требующих ремонта, обсудят с общественностью. Сегодня утром в одном из дворов на Кировской в 50 метрах от школы номер 2 была обнаружена граната времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет нашли рабочие, которые разбирали несанкционированную свалку. Мужчины сразу же позвонили в полицию. По сигналу тревоги на место происшествия были стянуты все экстренные службы города. МЧС, пожарные, полиция, скорая. Территорию оцепили, а саму гранату накрыли специальным куполом, устройством фонтан, которое в случае чего позволяет локализовать взрыв и обезопасить людей и здания от его действия. По данным специалистов, обнаруженный боеприпас – ручная граната Дьяконова или РГД-33. Судя по ее состоянию, она достаточно долго пролежала в земле и, скорее всего, не опасна. Однако осторожность никогда не помешает. Поэтому до прибытия взрывотехников, а их практически сразу вызвали из Североморска, место обнаружения опасной находки будет оцеплено. Одновременно с этим оперативники занимаются тем, что выясняют, каким образом граната попала в жилой массив. Отопительный сезон начинается. Соответствующее постановление подписано сегодня главой районной администрации. Напомним, в прошлые годы, прежде чем долгожданное тепло начинало идти в дома Кандалакшан, местные власти выжидали время и внимательно следили за среднесуточной температурой наружного воздуха. Пять дней меньше 8 градусов постановление издавалось. На этот раз северян холодом решили не мучить. Отопление начнут подключать в ночь с воскресенья на понедельник, 22 сентября. В прошлом году, для примера, отопительный сезон в Кандалакше начался с 26 сентября. У нас сегодня еще нет пять дней подряд, восемь и ниже. Но, однако, уже появляются у нас жалобы, просьбы о подключении. Поэтому, следуя этим просьбам и санитарно-пезинологическому благополучию населения, значит, принято такое решение. Все управляющие компании об этом знают, ресурсоснабжающие организации знают. Будем надеяться, что у нас все будет хорошо. Постановление о начале отопительного сезона уже разослано во все теплоснабжающие организации, а также управляющие компании и товарищества собственников жилья. В 0 часов 22 сентября они должны начать работы по подключению жилфонда к отоплению. Проблем, надеется, руководство района возникнуть не должно, ведь начало отопительного сезона уже отрепетировали в конце августа в ходе пробных топок. В будущем году за счет средств Дорожного фонда Мурманской области планируется капитально отремонтировать без малого 60 километров трасс регионального значения. Участки, нуждающиеся в ремонте, уже определены. Их перечень Министерство транспорта планирует обсудить с северянами. Всего в 2015 году планируется привести в порядок 9 дорог регионального значения. Понятно, что не полностью, а частями. Речь в данном случае идет о трассах Пиринга-Ковдора, Ленигорского озера, автоподъездах Капатитом и Ревде. На средства Дорожного фонда собираются также отремонтировать и 5-километровый кусок на трассе Умба-Кандалакша. Правда, где конкретно будет работать техника, пока не уточняется. Участки, подлежащие реконструкции, определят по итогам весеннего обследования, в том числе с использованием передвижной лаборатории. А пока северяне могут ознакомиться со списком дорог и внести свои замечания и предложения по его корректировке. Сделать это необходимо до 24 сентября. Жительница Кандалакша претендует на победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года». Состязание среди работников этой сферы стартовало еще в разгар лета в июле. Тогда в адрес жюри свои заявки и творческие работы направили более 400 библиотекарей со всей страны. В финал вышли только 20 человек, в их числе и наша землячка Светлана Белова. Светлана Николаевна Белова работает в детско-юношеской библиотеке Кандалакша уже 10 лет. Занимает должность ведущего специалиста по маркетингу. Ее основная задача – знакомить жителей города с книжными новинками и библиотечными мероприятиями, большую часть из которых девушка сама придумывает и организовывает. Заметив, с каким трепетом и ответственностью Светлана относится к своей работе, коллеги предложили ей принять участие во втором Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года». Для участия в нем необходимо было написать эссе на тему «Я библиотекарь». К выполнению этого творческого задания Кандалакшанка подошла основательно. В итоге работа Светланы вошла в число лучших. Я писала его для широкого круга читателей, чтобы людям донести информацию, какая библиотека сейчас и какие библиотекари сейчас. В понимании до сих пор остается такой старый образ библиотекаря – это серая мышь, которая сидит в тихой библиотеке, где нет пользователей, и периодически выдает книги редко зашедшему читателю. Нет, сейчас образ библиотеки совсем другой, и, конечно, образ библиотекаря тоже. В итоге Светлана Николаевна вышла в финал, оставив далеко позади несколько сотен своих соперниц. Теперь конкурс «Библиотекарь года» переходит в активную фазу. Победитель всероссийского состязания определится по итогам онлайн-голосования. Оно уже организовано на сайте Российской библиотечной ассоциации. Для того, чтобы поддержать нашу землячку, достаточно до 6 октября зайти на ресурсы и оставить там свой голос. Далее в нашей программе коротко о других заметных событиях. Ремонт лопнувших тяг на пешеходном мосту через реку Нива будет произведен до конца сентября. Такую информацию сегодня представили в Управлении коммунальным хозяйством. Там также еще раз отметили, что согласно проведенному обследованию, повреждения конструкции переправы не угрожают безопасному передвижению по ней людей. Кроме этого, специалисты акцентировали внимание горожан на том, что мост организован для пешеходов и проезд по нему скутеров и мотоциклов запрещен. Мурманская область присоединится к акции «Всемирный день без автомобиля». Она будет проходить 22 сентября. Автомобилистам предлагается на один день отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного, пересесть на велосипеды или прогуляться пешком, тем самым подарить нашей природе один день отдыха. В России могут закрыться не менее четверти туристических компаний. К такому выводу пришли во Всероссийском союзе страховщиков. Там отметили, что за последние два месяца прекратили исполнение обязательств около двух десятков турфирм. По оценкам экспертов, в опасной зоне находится еще 25% участников рынка. Напомним, череда банкротств туроператоров началась в июле. Первой о своей несостоятельности заявила Ниван. За ней о банкротстве заявил еще ряд крупных игроков на рынке. В результате пострадали 130 тысяч российских туристов. В Заполярье продолжает дорожать бензин. По данным еженедельного мониторинга, проведенного антимонопольной службой, на заправках области выросла стоимость 92-го бензина. Литр данного топлива теперь обходится автомобилистам в среднем на 30 копеек дороже. Подросла цена и на 95-й бензин. На АЗС региона за него просят в среднем на 15-20 копеек больше. В образовательных учреждениях Кандалакши уже во всю идет учебный процесс. Школьники первую половину дня проводят на занятиях. А вот что делать после них? Ходить на спортивные секции, отвечает тренер Дюсш. Футбол, лыжи, спортивное ориентирование, борьба. Всего 10 отделений наборов. Большинство из них еще продолжается. На базе детской и юношеской спортивной школы занимаются порядка тысяч мальчишек и девчонок. Ребята с пользой проводят время и ведут исключительно здоровый образ жизни. Занимаются общей физической подготовкой. Осваивают тот вид спорта, который выбрали. Также в Дюсш занимаются дети с ограниченными возможностями по здоровью. Для них проводятся индивидуальные занятия по адаптивной физкультуре. Еще одно направление, по которому работает учреждение, это спортивное ориентирование и туризм. Секция открылась в прошлом году, но уже пользуется популярностью у подрастающего поколения. Это, наверное, единственное отделение, которое имеет полное оснащение всего. Мы получили велосипеды, лыжные комплекты, мы получили моторы лодочные. Сейчас на подходе у нас уже лодки сопровождения и грибные лодки. В основном у нас начинаются программы с 6-7 лет. Все программы рассчитаны на 10-12 лет. Жизнь ребят, которые посещают секцию спортивного туризма, насыщена и разнообразна. Тренировочный процесс очень интересен и отличается от других видов спорта. Они не только ходят в походы, учатся ставить палатки, разжигать костер, ориентироваться в лесу и на местности, но еще и осваивают полосу препятствий. Строгих у нас нет ограничений, но где-то от 10 лет и до 15. Тренировки проходят три раза в неделю по полтора часа. И есть возможность тренироваться и в городе, и на Ниве-3. Секции проходят в первой школе, в пятой школе и в детской деревне Сос. Я считаю, что именно этот вид спорта имеет вообще очень хорошее будущее, потому что специфика нашего региона и природные возможности позволяют заниматься. И туризм, и спортивное ориентирование должно развиваться в нашем регионе, в нашем городе в частности. Если отделение спортивного ориентирования только развивается, то за плечами ребят, посещающих секцию лыжных гонок, тысячи километров пути, а в копилке масса наград, завоеванных на соревнованиях разного уровня. Лыжники из Кандалакши уже сумели зарекомендовать себя с хорошей стороны, причем не только в нашей области, но и за ее пределами. Из молодых спортсменов здесь часто вырастают чемпионы. Отделение лыжной гонки существует уже на протяжении 60 лет. По рейтингу всех зачетных соревнований они были всегда в призерах и в десятке сильнейших. В нашем отделении занимается более 160 детей. Мы детей принимаем со 2-го, с 1-го класса. От родителей надо нам заявление и справку медицинского работника. Недавно открывшийся стадион «Локомотив» уже с 1-го сентября занят отделением футбольной секции «Дюсш». Ребята активно занимаются этим видом спорта. Весело и с пользой проводят время, обучаясь технике владения мячом уже с ранних лет. Сейчас тренируемся на футбольном поле, здесь как наступят снег, холода, будем тренироваться. На базе второй школы у нас было в том году отделение футбола и дворец спорта. Детишек, которые 6 лет, которые первый год пришли, у них проходят тренировки 3 раза в неделю. Которые ребята уже постарше тренируются почти 6 раз в неделю. Воспитанники «Дюсш» получают юношеские и взрослые спортивные разряды. Ежегодно отстаивают честь Мурманской области и нашего города на всероссийских и международных соревнованиях, занимая при этом призовые места. Есть и такие, кто после обучения в школе связывают свою дальнейшую жизнь со спортом. Как отмечают тренера, нет ничего невозможного, чтобы стать профессиональными спортсменами. Все зависит от желания каждого. Недостижимых целей нет. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее рекламный блог, а после него прогноз погоды. Я же с вами на этом прощаюсь. Увидимся завтра в это же время.